На матах Елена, Алена, Варвара и Миланья. Одинцовские спортсменки принесли уже немало побед в копилку клуба единоборств. Останавливаться на этом не собираются. Соревнования у нас проходили в Питере. Было сложновато, конечно, но мы справились. У нас была хорошая подготовка. Мы тренировались каждый день. В этом году Елена заняла второе место на первенстве России по джиу-джитсу и выполнила норматив мастера спорта. Ранее выступала по дисциплинам самбо и дзюдо. Сейчас в планах у спортсменки тренировки и подготовка к следующему сезону. Я стала намного меньше волноваться. Уже умею настраиваться на бой, на схватку. И очень проще своими эмоциями совладать. У юных чемпионок свой распорядок дня. Учеба, тренировки. Их объединяет осознанный выбор в пользу спорта. Многие занимаются боевыми искусствами уже более шести лет. А еще успевают работать помощниками тренера. По самбо у меня самое лучшее достижение было. Это третье место на ЦФО, Центральный федеральный округ. По джиу-джитсу я была двухкратная чемпионка России. Подготовка была усиленная, тяжелая. И работа велась с тренером наедине. Для того, чтобы прийти к такой цели, нужно было понимать, взаимопонимание было с тренером хорошее. То есть он мне сказал, я сделала. Действительно, работа с тренером – это основа основ. К девушкам нужен индивидуальный подход. Подбодрить, правильно настроить на схватку – важно все. Тренер Дмитрий Кущаев всегда поддерживает своих воспитанниц. У девочек это психология в основе своей лежи. Результат зависит именно от этих качеств стабильности или нестабильности. Опять же, взаимодействие с тренером, с родителем, с товарищем по команде. Самбо, дзюдо и джиу-джитсу. По этим дисциплинам тренировки продолжаются в рабочем режиме. Боевые девчата из Одинцовского клуба единоборств готовы улучшить свой спортивный результат. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.